Приветствую вас! Начать стоит с проработки понятия «друзьба», что вообще такое «друзьба», что это для вас, что вы понимаете под ней, какой или каким вы можете быть другом, значит, это первое. Ну и, соответственно, то же самое, что такое любовь для вас, какой вы можете быть женщиной, какая вы женщина, какая идеальная женщина для вас, какой образ, поведение какой, это в том-то касается личных отношений. Вот, и, соответственно, то же самое с мужчинами, да, то есть, какой мужчина вам нравится, какой у вас идеал мужчины и, собственно, какой бы мужчина вам подошел. И после этого, после выработки вот этих вот основных понятий, вам нужно подумать, а что мешает вам к этому прийти. То есть, например, если вы соглашаетесь на любые условия, если вы не уверены в себе, значит, что? Вы сомневаетесь в себе, не знаете чего-то. А если вы соглашаетесь на предложенные условия, значит, вы боитесь одиночества, не хотите, а 21? Почему? Всем это связано. И так далее. Ага, значит, далее. Очень важный момент. Как вы выстраиваете отношения с людьми вообще? То есть, по работе, в контексте работы, это понятно. Там есть четкая цель, там есть конкретные задачи, там все определено, и никаких, в общем-то, проблем с выработкой профессионального поведения нет и быть не может у вас. Ну и вообще. То есть, если человек не уверен, он все равно, он будет делать какую-то какую-то работу, которая у него есть. Он вам пришел, он договорился, да, это ему платят, у него есть договоры, обязанности, и все понятно. А вот свободное общение, да, дружба, отношения, как вы говорите, это не то. Тут никакой коммерции нет. Тут никакой предопределенности тоже нет. Тут есть только желание или нежелание людей с вами общаться. И для того, чтобы они с вами общались, нужно сделать что? А вот подумать нужно, что сделать. Значит, что вы можете конкретно сделать? А где конкретно вы можете следить? Во-первых, определить границы своей деятельности. То есть, какая деятельность у вас конкретно нерабочая, непрофессиональная. То есть, это хобби, да, это, ну, какие-то увлечения и так далее. Тут вот первое, да, второе. По поводу чего и как вы пересекаетесь с людьми, это тоже очень важный момент. То есть, вот, если вы, допустим, в результате занятий, хобби пересекаетесь с кем-то, то как вы выстраиваете отношения с этим человеком? Как происходит процесс в устраивании отношений? Вы говорите, я ведома, что это значит, значит, я сама не знаю, как поступать. Почему? Почему не знаете, как поступать? Потому что нету образа, поведения, модели поведения, например, женщины. А почему нет модели поведения женщины? Потому что вам, ваша мама или ваши родители не дали модели поведения никакой, кроме чисто родительских. То есть, они были с вами родителями только, и они воспитали вас хорошего профессионала. И, вероятно, вы именно поэтому успешный профессионал и успешный в карьере, потому что это компенсация. Компенсация того, что женщины-то вы себя не чувствуете. Вы не знаете, какая вы женщина. И женщину вы не видели. Свои сыны. И мужчину не видели. Точно. Потому что мама с папой не были мужчиной и женщиной для вас. Они были только мамой и папой. И вот с этого стоит начинать. Какой женщиной была ваша мама, и хотели бы быть на нее похожи, каким мужчиной был ваш папа, и хотели бы вы, чтобы такой мужчина, как ваш отец, вас любил бы. Например. Ну, например. Какие у них отношения были между отцом и матерью вашими. Как они взаимодействовали между собой. Какие особенности взаимодействия между ними у них были. От этого все и нужно анализироваться. С этого нужно начать. И поиск идеала женского поведения для вас. И с ответов на вопрос. Что я могу дать мужчине, как женщине. Какая я женщина, тем я привлекательна. И тем я могу быть привлекательным. И какой мне нужен мужчина, и что он мне может дать. Как мужчина. Что он мне должен дать, что я хочу получить. И что могут мне дать те мужчины, которые рядом со мной. Что касается дружбы, то дружба это полное партнерство, равноправие. И если вы видите, что человек вами пользуется, то это не дружба. Дружба это безусловное принятие, бесковидная помощь, поддержка и так далее. Но нужно сказать, что женщины, они дружат всегда постольку поскольку. подругу, и если вы уже взрослая, больше двадцати лет, то подругу, женщину, вы найдете, скорее всего, вряд ли. Куда лучше будет познакомиться с мужчиной, может быть, даже нетрадиционной ориентацией, вот он вам станет другом хорошим. Ну и да, опять же, если у вас есть к этому желание, потребности. И помните, что друг, он никогда, если это действительно друг, если человек относится к вам искренне, он никогда не будет вас как-то давить, притеснять, ну и так далее. Если он это делает, значит, скорее всего, не друг. Это, скорее всего, уже человек, который маскируется под друга. Ну, бывает такое. Бывает такое. Ну, а если понадобится помощь, обращайтесь, будем рады помочь, я и мои коллеги. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok